Привет, я Майк, и сегодня Высокий холестерин и болезни сердца Похоже, что большинство людей сейчас верит, что высокий холестерин не играет роли в болезнях сердца Что это просто устаревшее мышление, это не актуально И это вполне понятно, ведь поиск в Google выдает тонну результатов, поддерживающих эту позицию Есть низкоуглеводные доктора, такие как доктор Хайман, который говорит, что беспокоиться на самом деле нужно не об уровне холестерина А низкоуглеводный Крис Крессер говорит Галочка, диеты, богатые насыщенными жирами и холестерином, не вызывают болезни сердца Идем в Бургер Кинг, или вы можете остаться и посмотреть на научную сторону Мы заглянем в артерии и узнаем, как болезни сердца начинаются и прогрессируют А затем мы посмотрим, стоит ли основывать свою диету на идее, что высокий холестерин не имеет значения Сподвижники низкоуглеводных диет показывают себя своего рода отступниками, выступающими против полномочных организаций Обосновывая свою позицию тем, что эти организации неправы Например, Институт сердца легких и крови, который прямо заявляет, что высокий холестерин вызывает болезни сердца, накапливаясь в стенках артерий Так неужели Национальные институты здоровья и различные другие организации по всему миру, которые придерживаются той же позиции, просто не в курсе дела? Посмотрим Тут я мог бы привести медико-демографические исследования, показывающие, что более высокий уровень холестерина связан с более высоким риском болезни сердца И противопоставить их финансированным молочной индустрией и яичной индустрией исследованиям, которые говорят об обратном Но люди, вероятно, просто скажут, связь не означает причина И просто отвергнут все, что я сказал Так что вместо этого я хочу показать хорошо задокументированные механизмы того, как высокий холестерин вызывает и способствует развитию болезни сердца Мы идем внутрь артерии Мисс Фризл, давайте сюда в свой школьный автобус Для начала давайте разберемся, что такое холестерин Холестерин, по сути, это частицы жира в белке Липо, то есть жир Протеины, то есть белки Липопротеины Это воскообразные липкие вязкие частицы Чисто логически, чем больше этой воскообразной вязкой липкости имеет место быть, тем сложнее что-то сдвинуть с места Нам это знакомо Из жизни Это особенно выраженная проблема для трубопровода, такого как наши артерии Жиры забивают их Если привести аналогию человеческого масштаба Весь жир и фекалии, которые мы спускаем в канализацию, забивают канализационные трубы Буквально наша канализация Из Сан-Франциско Крониклс, цитирую Так же, как холестерин может постепенно сужать артерии человека Жировые отложения могут образовываться незаметно до тех пор, пока не забьют канализацию с катастрофическими или, по меньшей мере, отвратительными последствиями Эти образования называются жирбергами и, по сути, являются атеросклеротическими поражениями артерии нашей канализации Возвращаемся к телу Давайте рассмотрим пошагово, как развиваются заболевания сердца и артерий Начнем мы с шага номер один Повреждения Все начинается с повреждения внутреннего покрытия артерии И много вещей может вызвать это повреждение Так же, как много вещей может повредить вашу кожу Одна из распространенных причин повреждения Это активные формы кислорода, а именно свободные радикалы Неустойчивые частицы, которым недостают одного или нескольких электронов И они могут просто вытянуть этот недостающий электрон из теньки артерии и вызвать повреждения Частица окисленного ЛПНП или плохого холестерина Это одна из таких активных частиц Которая является хорошо известной причиной согласно этому ужасному исследованию, убивавшему кроликов Цитирую Продукты окисления холестерина были отмечены как причина сильного повреждения сосудов у живых организмов Чем выше ваша ЛПНП, тем выше вероятность окисления и повреждения Другие причины повреждения артериальных стенок включают Бактериальные или вирусные инфекции, гипоксию, недостаток кислорода, турбулентный кровоток и напряжение сдвига крови Внешние раздражители, такие как табак, а также гиперлепидемия, то есть высокий уровень холестерина и триглицеридов Далее, шаг номер два, реакция на это повреждение Образуется скопление белых кровяных телец, которые ловят проходящий мимо холестерин и фактически образуют бляшку В частности, речь идет о белых кровяных телцах, известных как макрофаги, задача которых поглотить угрозу и нейтрализовать ее Но вместо этого они также без разбора поглощают холестерин и образуют так называемые пенистые клетки Согласно этому исследованию, когда макрофаги поглощают этот холестерин, цитирую Из-за слабой отрицательной обратной связи поглощения, эти клетки становятся крайне переполненными липидами Они просто не знают, как перестать есть Так или иначе, низкий уровень холестерина в крови делает ситуацию лучше, а высокий уровень хуже При меньшем количестве проходящих мимо холестерина, повреждению больше шансов просто зажить и не быть угрозой Это элементарная логика Если больше машин проезжает по рытвине, она станет еще больше Или если постоянно задевать ссадину на колени, она не будет заживать Чем больше жира проходит через вашу кровь, тем больше жира будет откладываться Речь идет о жирных отложениях, не о сахарных отложениях или солевых отложениях И финальный шаг, шаг номер три, разрыв Это главная причина смертей от сердечных приступов Это не постепенное отложение Это разрыв воспаленного участка, его отрыв и полная закупорка артерии в виде тромбоза Вернемся к исследованию Цитирую Умирающие макрофаги, те самые клетки иммунной системы Выпускают свое липидное содержимое и тканевой фактор Приводя к образованию протромботического некротического ядра Ключевого компонента неустойчивых бляшек, который способствует их разрыву С последующим образованием внутрисосудистого сгустка крови Который приводит к инфакту миокарда, то есть сердечному приступу и инсульту Но способствует ли холестерин этому разрыву? На самом деле да, способствует Когда жидкий холестерин становится твердым внутри стенки артерии Он может образовывать холестериновые кристаллы Согласно этому исследованию, цитирую Кристаллы выглядят как иголки И из журнала Nature, цитирую Минимально модифицированные ЛПНП могут приводить к кристаллизации холестерина Согласно этому исследованию, послушайте Цитирую Кристаллический холестерин является признаком развитых атеросклеротических бляшек Посмотрите на них, это жесть Такие штуки не стоит заводить у себя в артериях Да, эти холестериновые кристаллы считаются значительной причиной разрывов Потому что они обладают уникальной способностью прокалывать стенку артерии Они буквально отковыривают фиброзное покрытие на поражение стенки артерии Фактически они отковыривают бляшку Изнутри Почти как в фильме «Чужой» Мерзко, я знаю Так что чем выше ваше ЛПНП, тем больше материала для появления этих маленьких холестериновых пик смерти Другие причины разрывов Все из шага 1 повреждения применимо и здесь, ведь в конечном счете это та же стенка артерии Теперь об одной из причин, почему я питаюсь диетой, которой я питаюсь Веганская диета из цельных продуктов охватывает каждый шаг, о котором мы говорили Шаг 1 повреждения Такая диета поддерживает высокий уровень антиоксидантов, которые помогают со свободными радикалами И у веганов в среднем намного ниже уровень ЛПНП, чем у тех, кто ест мясо и вегетарианцев Благодаря чему у них меньше ЛПНП, которое может подвергаться окислению Эта диета также предотвращает гипоксию или недостаток кислорода в крови Который может вызываться послеобеденной липемией Которая, согласно этому исследованию, может вызываться высоким потреблением животных жиров Также высокое содержание нитратов в растительных продуктах повышает выработку оксида азота стенками артерий Они выделяют газ, который, по сути, создает антифрикционную поверхность и предотвращает повреждения Далее шаг 2 – реакция на повреждения У веганов ниже уровень ЛПНП, что означает меньше еды для макрофагов И у них также меньше проблем с повышенным кровяным давлением В среднем примерно от 50 до 75% в зависимости от исследования И, соответственно, меньше давления, меньше трения, которое способствует воспалению В этом исследовании люди были посажены на веганскую диету И их биомаркеры воспаления снизились на треть И это, конечно, помогает организму во всех этих процессах Шаг 3 – разрыв И снова, чем меньше ЛПНП, тем меньше кристаллизованного холестерина И меньше вероятность сковырнуть эту бляшку И у нас ниже кровяное давление, и меньше липидов проходит мимо, оказывая давление И потенциально способствуя разрыву пораженного участка стенки артерии Поэтому ничего удивительного, что испытание доктора Эсселсти на веганской диете Из цельных продуктов на людях с развитыми сердечно-сосудистыми заболеваниями Показало быстрое очищение артерии и примерно 100-кратное снижение риска Сердечных приступов и инсультов у тех, кто продолжил поддерживаться диеты В сравнении с теми, кто не продолжил в течение 12 лет Но подожди, низкоуглеводный доктор Хайма в своей статье сказал «75% людей, испытавших сердечный приступ, имели нормальный уровень холестерина» Так что, значит, не важно, какой у тебя уровень холестерина, он все равно наносит вред? Нет, мы просто смотрим на нездоровое население, и то, что считается нормой, на самом деле превышает ее Нормальный ЛПНП, или плохой холестерин, от 100 до 129 мг на децилитр А низкий уровень – до сотни Нам больше подходит уровень новорожденных детей и приматов, и ЛПНП, у которых составляет от 50 до 70 мг на децилитр Вот как многие исследования показывают, что низкий холестерин не снижает риск болезни сердца В них уровень холестерина меняется с высокого на высокий У людей в таких исследованиях все еще есть все, что нужно для окисления, повреждения стенок артерий и кристаллизации холестерина Подытоживая, высокий холестерин вызывает болезни сердца Это не единственная причина, и этот факт многие люди используют, чтобы отвести внимание от того, как вреден холестерин в больших количествах Но это очень сильный фактор, и он однозначно способствует развитию атерослероза и болезни сердца Он обуславливает повреждения стенок артерий, он вызывает реакцию на повреждения, усугубляя ситуацию И способствует отрыву бляшки, что в итоге убивает нас И веганская диета из цельных продуктов борется со всеми тремя этими стадиями Благодаря высокому уровню антиоксидантов, низкому уровню ЛПНП, низкому уровню воспалений и так далее Так что не верьте шумихе, диеты, богатые холестерином, вызывают болезни сердца И мы можем обратить их вспять Напишите в комментариях, верите ли вы все еще, что холестерин никак не связан с болезнями сердца И не стесняйтесь делиться этим видео, если кто-то спорит с вами об этом Увидимся в следующем видео, спасибо за просмотр